Всем огромный привет, мои любимые девочки, кто решил заглянуть ко мне на канал, меня зовут Светлана. Сегодня будет очередной заказик Faberlic по вот этому каталогу номер 9. Не знаю, куда я его делаю, искала, искала, не могу найти. В общем, с новой серией Гордыника, с обновленной, с этой красивой девушкой, такой весенне-летней уже, на обложке. Итак, каталог, по-моему, заказ в этот раз был не совсем большой, но довольно интересный. В основном это то, что мне нужно, а кое-какие есть новиночки. Начну с бытовой химии, по традиции. Значит, я взяла, как обычно, два порошка таких вот. Это у меня универсальный мультиэкшн серии, вот это So Young. Постоянно беру в каждом заказе, у меня очень весом расходуется, поэтому повторяю постоянно. В общем, я взяла два таких голубых и два вот таких вот красных. Это у нас для цветного белья Color. То универсальный, а это Color. Но я особо разницы между ними, честно говоря, не вижу. Они мне оба понравились. Они очень приятно пахнут. Они имеют специальные такие цветные гравулы в составе, которые очень хорошо действуют, как пятновыводитель. Действительно, очищают какие-то не сильно въедливые пятна. А мне очень нравится, как он пахнет. В общем, устраивает меня на 100%. Поэтому постоянно повторяю. И мама попросила тоже ей заказать. Огромный привет тебе, мамочка, если ты будешь меня смотреть. Взяла тебе-то уже его. Я взяла вообще четыре. Два уже я пересыпала в свой дозавтр для порошка. И два вот у меня остались. Один оставлю, один маме. Так, повторила. Ультракондиционер для белья. Вот такой вот. Он мне очень понравился. Я сейчас с огромным удовольствием им пользуюсь. И у меня осталось уже совсем чуть-чуть. Поэтому я решила запастись. Это новая серия ароматерапия. И она меня очень порадовала. Во-первых, здесь очень приятный аромат. Это у нас цветочный оазис. Аромат нежный. Сочных фруктов. Экзотических. И каких-то экзотических цветов. Аромат очень нежный, неведливый. Но при этом очень приятно нежно пахнет белье. Смягчает его хорошо. И этот действительно очень приятный цветочно-фруктовый аромат. С нотками кокоса, ванили и сандала. Меня очень-очень порадовала. Поэтому повторила. И буду, наверное, повторять все лето. Потому что это будет моя любимка. Действительно, серия получилась очень удачной. И, конечно же, возьму жидкое мыло. Когда у меня подрасходуются мои запасы. Так, еще и цветовые киньи. Возвела вот это вот моющее средство для полов и стен. Без следов и запахов. Это с эфирным маслом лаванды. Мне очень нравится, что оно нежно пахнет лавандой. Хорошо очищает все нужные мне поверхности. Я его использую. И для мытья ванны, и для мытья кухни. Для мытья полов. Для много. Это, в общем, универсальное хорошее средство. Мне оно понравилось. И я люблю аромат лаванды в уходовых средствах. Поэтому, собственно, и беру его уже не знаю какой раз. В общем, оно меня очень-очень порадовало. Так, для сына взяла. Так как сынулик теперь живет с нами. У него пока не было никаких средств. Он забыл у бабушки все, что я ему покупала до этого. Так как у него подросток, проблемная кожа. Поэтому приходится его, конечно, заставлять. Пинать, так скажем, чтобы он обязательно умывался перед сном. И наносил какой-нибудь крем от прыщей. Он категорически это не любит. Но я стараюсь как-то настаивать на этом. В общем, в Фаберлике, кстати, не так много осталось средств от прыщей. Я что-то все обыскала. С одной серии я не смогла подобрать никакие средства ему. Мне нужно было что-то для умывания. Я взяла вот такой мягкий гель для умывания. Из серии Доктор Кея. По-моему, раньше была более расширена эта серия. И что-то еще, по-моему, было здесь. У него там и крем был какой-то из этой серии. Но сейчас что-то как-то я не особо поняла, почему его совсем, может быть, что-то обновят. Что-то новое выпустят для подростков. Пока я ничего такого не нашла. Ну, у нас был такой уже гель для умывания. Он, в принципе, хороший. Хорошо пенится, хорошо очищает кожу, не сушит ее совершенно. Он вообще предназначен для глубокого бережного очищения. Как раз от избытка кожного сала, внутренних загрязнений, косметики. Не вызывает сянутость сухости. Дарит ощущение комфорта. В общем, я взяла для него. Он сейчас им пользуется, когда, если не забудет, конечно, если его не попинать. И вот такой вот корректор 4 в 1. Это уже из серии N4W. Почему-то умывалки из этой серии я не нашла на сайте и в каталоге. Не знаю, может, эту серию выводят из каталогов. Хотя серия неплохая для подростков как раз таки. И нам она нравилась. Не знаю, почему они решили ее сократить. В общем, это наносится конкретно на какие-то проблемы. Предназначен для проблемной кожи с 12 лет. Сыну моему уже 15, поэтому, конечно, очень хорошо подходит он. Он совсем маленький. Здесь всего 15 мл. Я думаю, что он быстро его закончит. Но у нас есть еще другое средство. И будем использовать уже его. А так пока на первое время пойдет. Но, в принципе, оно такое с узким носиком. Коричневого какого-то бежевого цвета. Наносишь на прыщики. И они действительно заживают хорошо. Становятся меньше, по крайней мере. Если какой-то большой прыщик уменьшается в размерах. И заживает потихонечку. Поэтому мне оно понравилось. По эффекту я уже беру его так же не первый раз. И нас оно устраивает. Так, себе взяла от Реноваж сыворотку активатор жизненных клеток. Вообще серия Реноваж очень хороша для возрастной кожи. Я и маме беру ее частенько крема. Себе взяла сыворотку. Я очень люблю различные сыворотки. У меня несколько уже штук заканчиваются. Я решила взять просто с чистой сывороткой. Потому что кремов у меня разных достаточно много. Сыворотка активатор жизненных клеток с пептидами. Она идет вот такая вот. Здесь 15 мл. Мне очень нравится. Оформление такое красивое. Стеклянное. Она довольно жидкая. Не помню, была она у меня или нет. Наверное, когда-то была по-любому. Но давненько ее не брала. Вообще давненько эту серию не брала. Для себя именно буду пользоваться. У меня еще есть курт-куркума крем. Если что, вместе с ним буду использовать. Или с какими-то другими кремами. В общем, такая вот хорошая сыворотка. Мне нравится ее эффект. Вот вообще сыворотка. Эффект этой серии мне понравился. Также у меня закончился из бытовой химии. Забыла показать. Это пятновыводитель концентрат с активным кислородом. Решила его повторить. Потому что он очень хорошо очищает действительно пятна. Он содержит в себе традиционные корейские экстракты. Плюс кислород. То есть он пенится от кипятка. Если мне что-то нужно замочить. Если какие-то белые вещи в пятнах, например, или светлые вещи. Я всегда замачиваю в пятном водителе. И меня радует эффект. Ночью у меня есть карандаш пятного водителя. От другого бренда. Тоже очень хорошо спасать. Но в целом классное средство. Беру его второй раз. И мне нравится его эффект. Выглядит оно как порошочек. С такими гранулками тоже. Видно или нет. Не знаю. Голубые гранулки здесь. Наверное, как раз активный кислород. Поэтому решила взять. Так, ну и вся полностью у меня обновленная серика Гордейника. Она Гордейника. Она, конечно, очень мне нравится по оформлению. Такой нежно-фисташковый цвет. Цветочки у него появились на коробочках. Хотя сама по себе упаковка, по-моему, такая же. С исключением цветочков нарисованных. Дневной крем содержит SPF 6, кстати, да. Затем у меня есть ночной крем. Чуть более плотный по консистенции. По-моему, раньше у меня эта серия была, насколько я помню. Вот. И также у меня еще есть ночное обертывание. Выглядит оно точно так же, как обычный крем. Ночное обертывание для шеи и декольте. За этими... За этой частью тела обязательно нужно следить девушкам на 40+. Поэтому они выдают в первую очередь, выдают возраст. Я уже попробовала это ночное обертывание. Мне оно понравилось по эффекту. Оно только более плотное и более жирненькое, жирноватенькое. Но при этом не оставляющее липкости или пленки какой-то. В отличие от кремов, например, от ночных и дневных, я всю эту серию уже использую несколько дней. Все, ничего. Но я так надеялась, что они поменяют аромат. Аромат этой серии меня очень сильно... Вернее, мне очень сильно он не нравится. Вообще не нравится. Вот раньше он не нравился. Сейчас придется через силу пользоваться. Так как они у меня теперь есть полностью, вся эта серия. В общем, это серия цветов, видимо, вот этих... Ой, аромат, видимо, вот этих цветов, которые содержатся в основном в компоненте. Вот. Но мне этот аромат совсем не нравится. Мне напоминает он что-то из 90-х. У бабушек был какой-то парфюм такой. В общем, он у меня уносит куда-то в детство. Но не с положительными впечатлениями, а с отрицательными наоборот. Не знаю почему. Но этот аромат мне очень сильно, мягко говоря, не нравится. Вот. Он еще какое-то время ощущается еще на лице. Ты чувствуешь его от себя. Что, конечно, тоже меня совсем-совсем не радует. Но буду пользоваться, куда деваться. Еще очень хорошая раньше была маска у этой серии. Не знаю, есть она сейчас или нет. Ну, в общем, буду пользоваться. Сами по себе средства мне эти нравятся. Крем хорошо питает, увлажняет. Увлажняет он, не скажу, что он подходит для особо возрастной кожи. Мне кажется, он будет хороший для 30+. Потому что особо каких-то моложущих компонентов я здесь не вижу. Актуально. Но я буду пользоваться, раз она у меня уже появилась. Хотя у меня сейчас довольно много разного ухода. Периодически, наверное, буду. Но из аромата рука, честно говоря, особо тянуться к ней не будет. Все-таки надеялась, что аромат поменяется в этой серии. Но не судьба, да. Вот. И также то, что мне больше всего понравилось в этой серии, это вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. Клеточный. Тоже с красивым таким оформлением нежным. Мне очень нравится стеклянная баночка. Помпадозатор. Все, как я люблю. Он сам по себе средний по плотности кремушек. Он хорошо увлажняет, питает кожу вокруг глаз. И по эффекту у меня он тоже понравился, да. Приятный. Если бы не аромат, конечно, вообще было бы цены, бы ему не было. А так, конечно, да. Но вот крем для век я буду использовать 100%. А вот все остальное не знаю, насколько у меня будет тянуться к нему рукам. Так скажем, да. Жаль, что они не поменяли аромат. Так, и было у меня 2 вещи из уже не косметики. Я повторила полотенца. Хотя не скажу, что мне очень нравятся эти полотенца от Фаберлик. Но так как у нас сейчас, у меня 2 мужчины, им нужны большие полотенца. Они потребовали у меня. У меня больших полотенец не так много. Я взяла бирюзовое такое. В принципе, муж сказал, что оно не плохое. Оно хоть и тонкое, само по себе, но впитывает плаву хорошо. И пользоваться им довольно приятно, так скажем. Вот поэтому я решила взять еще такое же полотенце. Тоже такого же размера. Большого. Так, это у нас получается полотенце банное. Карамельное, 100% хлопок. 70 на 140. Сделано оно в Турции. Ну, могли бы, конечно, сделать потолще. Материал, оно прям просвечивается. Я прям вижу. Ну, что вы говорите? Одобрили они мне, коллеги. В баню идите. Вот, вот такое вот полотенце. Приятный цвет. Действительно, карамельный. Я думаю, что пригодится в любом случае. На пляж ходить с ним удобно. И вытираться после душа, обернуться можно полностью в такое полотенце. Вот. Ну, почему они не сделали его чуть-чуть? Хотя бы, ну, слегка потолще. Ну, что ж такое? Ну, почему ж оно такое тоненькое? Совсем-то у него узенькое. Здесь есть, кстати, Эфиберлик хоум-этикеточка. Ну, в целом, оно неплохое. Стоит недорого. Поэтому, может быть, даже еще какую-нибудь возьму. Посмотрим. В целом, оно меня устраивает. Ну, в целом, утираться приятно. Хорошо впитывает влагу. Что еще нужно от полотенца? И пришла мне еще футболочка с Фаберлик. Точно такая же, как у меня есть. Черная. Я заказала такую же еще в цвете хаки. Мне очень понравилась она по качеству. Как она сидит, как она смотрится. Это 92% хлопка и 8% эластана. Также взяла в размере М, который мне идеально подходит. Вот здесь была этикеточка Фаберлик. Такой же пакетик. Зип очень красивый, удобный. Молодцы, Фаберлик. Вот так здесь все написано. Ну, и, собственно, сама футболка. Такой красивый цвет. Я ее взяла на работу носить. Не марки, хорошо смотрится. Поэтому, собственно, и взяла. Настолько мне понравилось качество этих футболок, что я думаю, что, может быть, еще какой-нибудь цвет взять. Там есть еще синий и разные другие. Вот такая вот симпатичная футболочка. С огромным удовольствием буду ее носить. Мне понравилась она по длине. Здесь хороший комфортный рукав. Не спущенный. То есть она не оверсайз. Она сидит хорошо. Она идет прямого силуэта. Не приталенная, но и не сильно широкая. В общем, то, что нужно. Очень классная, комфортная футболочка. Так что могу посоветовать, если вдруг ищите какую-нибудь хорошую футболку. Отлично. 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 Он был у меня небольшой совсем. По 10 каталогу пришел вот такой вот красивый 11 каталогик с ароматами вот этими. Не знаю, мне кажется, они, может, какие-то новые появились ароматы. А мне раньше они нравились. Я, кстати, их регулярно брала. Особенно манго и яблоко мне нравились. Вот. Но они очень-очень не стойкие. Все бы ничего в них, но стойкость составляет желать лучшего. Поэтому, собственно, брать я их не буду. А так больше я, кстати, особо ничего нового здесь не увидела. Не знаю. Буду кое-что брать. То, что позаканчивалось из бытовой химии и всего такого. Но нового ничего, наверное, здесь особо нет. И вот эта серия, одна из моих любимых. Здесь идет для новых покупателей. Кто еще не зарегистрирован, Фаберлик. Средство гель-концентрат для ментя посуды. Очень классный с кунг-кватом. И вот эта вот чистящая паста я тоже регулярно выберу. Мне она нравится. Вот. Поэтому, собственно, могу посоветовать, да. Так что регистрируйтесь, если вдруг еще вы не зарегистрированы по ссылочке под видео. Итак, что же я в этот раз взяла? Взяла я два полотенчика. Вот таких вот из новой серии. Сейчас вместе с вами их посмотрим. Это у нас кухонное полотенце Ботаника называется. Здесь размер 50-70, 100% хлопок. Я решила обновить кое-какие свои полотенчики кухонные. Есть еще такой точно фартук. Но фартук я не стала брать, хотя, может быть, и нужно было. Вот такая вот симпатичная полотенчика. Оно такое как вафельное идет немножко. И действительно 100% хлопок. И что мне больше всего нравится, что здесь есть петелька. Потому что без петельки кухонные полотенца совершенно бесполезны. Они постоянно сползают. Вот. Вот это классно, хорошенькое такое полотенчико симпатичное летнее. Такой рисуночек. Переточный. И, в общем, я таких взяла два. Пригодятся в любом случае. Лишними не будут. Кстати, взяла попробовать средство, о котором наслышано много-много лет. Очень многие девочки его хвалят. Это у нас тонизирующий крем для век. Венотоник. И так как у меня сейчас работа ходячая, я очень много хожу на своей смене, то, конечно, усталость, чувство усталости и тяжести в ногах мне очень-очень знакомо. Ну, и многие говорят, что действительно оно спасает. Этот крем спасает от этого чувства тяжести. Поэтому я, собственно, решила его попробовать. Надеюсь, что действительно такой проблемы у меня не будет больше. Ну, или хотя бы слегка-слегка будет полегче ощущаться после этого. Потому что, конечно, написано, что ощущение свежести, прохлада, дезинфицирующий эффект тонизирует кожу. В общем, ну, надеюсь, что действительно так и есть. Попробую этот кремушек. Потом обязательно в пустую баночку расскажу, как он мне. Надеюсь, он мне так же понравится, как и другим. Так, взяла, значит, от серии Вира Ян. Решила взять ночный крем. У меня есть дневной, у меня есть сыворотка. Но дневной крем, он такой, как гель. Я особо гели не люблю, честно говоря, для лица. Я не пользуюсь практически, не знаю, нужно ли мне или нет, куда мне его пока использовать. Хотя сыворотка мне нравится. Сыворотку я практически добила. Вот, и решила, что вместе с этой сывороткой буду использовать вот такой вот крем ночной. Управление такое прям богатое-богатое. Здесь у нас кремовая такая текстура. Пахнет, как и вся эта серия. Так парфюмирована медово. Так, посмотрим, жирный этот крем или нет по текстуре. Ну, так как он ночной, то он довольно жирноватый, да. Он такой, хотя нет, он средний по плотности, довольно быстро впитывается. Оставляет приятное чувство увлажненности и напитанности после себя. Собственно, то, что мне было и нужно. Поэтому, собственно, я его и взяла. И сыворотки у меня уже осталась половинка. Повторю ее обязательно. Мне она понравилась. Хорошая сыворотка. И вместе с этим кремом буду использовать и эту сыворотку. Как раз таки. Из бытовой химии. Концентрированный гель для стирки. Повторяю, 1505 раз. Хороший гель для стирки. 3 в 1. Он идет и для цветного, и для белого. Хорошо отстирывает. Я иногда использую и жидкий, и сухой порошок вместе. Поэтому я и заказала. И вот этот вот концентрат как раз из серии Суяк. Это у нас концентрат кондиционер для белья Нероли и Гибискус. Тоже мне пригодится. Потому что он очень приятно пахнет. Гибискус. Он такой приятный, экзотический, какой-то цветочный аромат. Брала его тоже не раз. Хорошее средство. Замечательно освежает белье. Смягчает его. И потом это все очень приятно пахнет. И также взяла еще вот такой концентрированный гель для стирки. Это у нас суперконцентрат. Это для деликатного белья. Но я использую для любого, честно говоря. Мне ведь разница-то какое. Оно, в принципе, исправляется тоже неплохо. Можно слегка поменьше. В общем, более щадящие для ткани. Но в целом хорошие гель для стирки. Также тоже беру его периодически. Взяла масло Монарды. Я сейчас очень активно пользуюсь различными маслами для кожи. Для ногтей на руках и на ногах. У меня очень сильно сохнет кожа рук и ног. Поэтому масло Монарды и витамин Е здесь такая маленькая, маленькая упаковочка. Что-то, мне кажется, она была раньше побольше. Или, мне кажется, не знаю, надо, в общем, брать еще. Потому что у меня расходуется спрос с феноменальной скоростью. Поэтому, собственно, мне это нужно. И надеюсь, что действительно он будет хорошо работать так же, как и раньше. Масло Монарды замечательно справляется с сухостью кутикулы. И поэтому я его, собственно, и взяла. Так, повторила. Вот этот вот маркер для глаз. И у меня все три были. Мне очень нравятся эти маркеры. И зеленый, и фиолетовый я не так часто использую. А вот голубой у меня просто очень быстро расходует. У меня он уже практически подошел к концу. Поэтому я, собственно, решила повторить. Мне очень нравится, как она рисует. Действительно хорошая стойкость. Она не размазывает в течение дня. Никуда не девается. Единственное, вот эта вот упаковка. Вот эти блесточки стираются постепенно. Видите, как она становится. Но, в целом, подводка классная. И голубая у меня расходуется больше всего. Поэтому я, собственно, решила ее повторить, пока она есть еще в каталоге. Зеленая у меня еще пока есть. И фиолетовая тоже. Очень классные подводки. Могу их посоветовать, если вдруг кто-то еще не пробовал. Я обожаю цветные подводки, цветные туши, особенно лего. Это все мое, как говорится. Так, я взяла попробовать антипаразитарный антифугал комплекс 60 капсул. Это у нас против грибков, короче, в организме. Единственное, что при нем нельзя есть сыр, пить молоко. А я практически постоянно пью кофе с молоком. Сыры тоже ем довольно часто, поэтому еще не знаю. Я взяла, может быть, мужу, может, себе. У нас у всех, по-моему, такая проблема, что эти грибки периодически вылазит и молочница, и какой-то герпес. Поэтому, собственно, решила взять. Не знаю, буду сама пить, или мужу дам, или... В общем, посмотрим еще. Но слышала на нее хорошие отзывы. Действительно, убирает какие-то вот эти вот грибки. Ну, я не думаю, что их можно убрать окончательно. Может, на какое-то время. И взяла пробник мужской туалетной воды, адреналин, который называется у нас. У нас его не было долго, кстати, на складе. Вот он только появился, и решила взять попробовать. У меня муж, конечно, очень избранный в ароматах. Ему не угодишь, и берликовский аромат ему очень редко нравится. Ну, приятный, да. Такой свежий, какой-то морской цветой. Свежий морской, мужской такой аромат. Да. Адреналин, прям, адреналин. Мне кажется, что это для более таких молодых мужчин, 20 где-то лет. Может, сыну своему предложу. Хотя он у меня не пользуется пока никакими туалетами. Ну, это приятный, да. Так, и последнее, что я взяла в этом заказе, это две футболки. Я вам говорила в прошлый раз, что у меня очень понравились эти футболки. Обычные, стандартные. Они называются футболка женская, прямого покроя. Все. Я взяла уже такую цвета хаки и черную. Вот. И она оказалась очень приятной по качеству, очень приятная к телу. И я говорила, что возьму обязательно еще какие-нибудь цвета. Вот. И решила взять на работу себе бордовую. Такую, смотрите, какая она красивая. Цвет такой бордо, бордо. Я такие цвета очень люблю осенью. Это прям такой для меня осенний цвет. Вот. Ну, на работу носить самое то. У меня на работе темный цвет, конечно, более актуален, чем светлый. Вот. Так что, такая вот симпатичная бордовая футболочка. Качество у нее на уровне, на высоте, как говорится. Вот. Вот такая вот классная, красивая, бордового цвета. Еще у меня будет футболочка на работу. И вторая, как я уже говорила, мне так нравятся зип-пакетики, в которых все сойдут все точно, как в шине раньше были. Один в один. И вторую я взяла в шоколадном цвете. Такого цвета у меня еще вообще не было. Вот такая вот. Теперь шоколадного такого, тоже красивого, глубокого цвета. Там, кстати, сейчас появились за звездочками разные, это же цветные футболки. У меня такая цвета засушей розы есть. Вот. И, честно говоря, она мне очень нравится и хочется взять все. Вообще, в футболке, качество футболок у Фоберлик очень-очень приятное, да. Я нашла их уже не первый сезон и не второй, уже много-много лет. И с ними ничего не происходит. Они не вытягиваются, они не рвутся. Качество действительно на высоте. Хотя стоит эта футболочка по скетти, представители, 959 рублей, насколько я помню. Вот такие две красивые футболочки теперь у меня есть. Бордовая и шоколадного цвета. Вот завтра пойду в одной, а все завтра в другой. Так что вот такие вот у меня классные были новиночки из Фоберлик. И совсем забыла рассказать, я же взяла еще вот такую вот тушь. В серии из коллаген появились еще две туши. Конечно же я взяла, хотя у меня туши и так вагоны, маленькая тележка. Но я решила взять ту, которая с силиконовой щеточкой. Там одна была силиконовая, одна с обычной щеточкой. Вот. И, собственно, силиконовая щеточка, она выглядит вот такими вот, как шариками. Я люблю такие щетки. И сегодня я тоже ее нанесла. Она совершенно не склеивает ресницы. Она делает хорошие такие длинные повседневные ресницы на каждый день. Она не склеивает их. Она не отсыпается в течение дня. От жары с ней ничего не случается. Она не течет, ничего такого не происходит. Я уже и на улицу сходила с ней, и все, в принципе, хорошо. Мне она понравилась, по первому впечатлению. Единственное, что она не делает какие-то такие прям совсем пышные, длинные ресницы. Обычные, стандартные на каждый день. Пользоваться ею самое то, так скажем. Вот. Поэтому мне она понравилась. Буду пользоваться с самым удовольствием. В принципе, все туши в последнее время от Фоберли, которые идут с силиконовыми щеточками, меня радуют. Они хорошо работают на мне. Вот. И это тоже, в принципе, вполне-вполне оказалось неплохая. Без каких-то там изысков. Ну, на каждый день вполне-вполне-вполне хороша. Вот такой у меня небольшой заказик Фоберли в этот раз был. Спасибо всем большое, кто меня смотрел. Увидимся здесь. Увидимся в следующих видео. Всех любит. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok